Александр Морт. Механики. Враг у ворот. Глава первая. 23 февраля. Вчера при разговоре с учеными в пять минут мы, конечно, не уложились. Больно новости были нестандартными. Только-только я пришел в себя от такой информации. Только открыл Баларусь, чтобы начать им задавать вопросы. Как в палатку буквально вихрем сначала влетел Булат, а за ним Светка. Вошедший следом Слива и Семен, один из охранников-профессоров, только руки в сторону развели. Типа, такие бульдозеры они сдержать не смогли. Светку-то еще ладно. А вот с Булатом побоялись связываться. Больно здоровый зверь. А Светка его еще походу первым в палатку пустила. Пришлось отложить весь разговор на сегодня и пойти наконец-то выпить. Посидели хорошо. Правда, я как-то бабка был, у которой на языке крутится новость, которой необходимо с кем-нибудь поделиться или обсудить. Туман с апрелем сначала пытались меня допросить. Потом напоить и снова допросить. Больно рожа у меня загадочная была, как Туман сказал. Но я был кремень, до второй бутылки с настойкой. Я уже был готов сдаться и рассказать им про это открытие. Как моя Светка смекнула, что все-таки что-то очень важное мне ученые сказали. И другим людям об этом знать точно не стоит, по крайней мере пока. Короче, она снова шикнул на ребят. Булат на них порычал, и мы ушли в одну из палаток. В данный момент мы уже погрузились на Антарес. Наши тачки загнали на баржи и шли в речной. В кают-компании десантного катера нас собралось несколько человек. Оба профессора, Туман и Апрель. — Ну, рассказывайте, — сказал я, присаживаясь в мягкое кресло. — Опять что-то новое придумали? — улыбаясь, спросил Туман. — Вчера мы так и не смогли тебя раскрутить на разговор. И он покосился на сидящего около меня Булата. — Ты сейчас охренеешь, Валер, — сказал я ему, отпивая стакану сок. — Лев Олегович, прошу. — Когда Лев Олегович сказал ребятам, что они нашли способ ходить в наш мир, то Туман с Апрелем на пару минут впали в ступор. — И как это возможно? — включился Туман. — Да, — крякнул Апрель. — С помощью вот этого Лев Олегович положил на стол небольшую штуку. Не знаю, как ее назвать. Какая-то палочка. По размерам чуть меньше обычной шариковой ручки. Только толще, как сигара. И цвет такой у нее бежевый какой-то. — Что это? — практически хором спросили мы. — Кристалл, — ответил Лев Олегович. — Это билет для прохода туда и обратно. — И вот еще один. С этими словами он положил рядом еще один кристалл. По размерам такой же, но у него цвет был немного голубоватый. Можете потрогать? Каждый из нас взял и покрутил в руках оба кристалла. И мне показалось, что оба профессора сначала затаили дыхание, а потом как-то разочарованно выдохнули. Уж не знаю, чего они ждали. Может быть, мы должны были закричать «Вау!» Начать бегать по этой каюте? Но по мне кристалл-то кристалл. Так, потер свои виски туман. Давайте рассказывайте все по порядку и старайтесь рассказать так, чтобы мы вас поняли без вашей этой научной хрени. Да, снова крякнул апрель, кладя на стул голубой кристалл. Я только кивнул. Хорошо, согласился Лев Олегович и присел напротив нас в другое кресло. Нам, Сергею Викторовичу, всегда было интересно узнать, где в основном появляются люди в этом мире. Попав сюда, мы поняли, что все наши научные теории о существовании других миров летят псу под хвост. А когда здесь появились эти ученые со своими воротами, окончательно в этом убедились. Все эти животные, облака, различные формы жизни дают неограниченное поле для изучения. Так вот, вернемся к нашим баранам. Мы решили сконцентрироваться на одном направлении. На разгадке появления тут людей. Как, кто и почему именно он. Хотя было огромное желание начать изучать тех же самых ящеров, например. Тут, наверное, лучше дать слово Сергею Викторовичу. Прошу вас, коллега, продолжайте. — Да, — спохватился тот. — Постараюсь объяснить вам доступным языком, друзья мои. Он замолчал на несколько секунд, собираясь с мыслями, и продолжил. — Представьте мощную антенну, например, Останкинскую телебашню. Она вся ими утыкана, и вокруг нее, и радиационный фон, и излучение, и все другие показатели, связанные с электричеством, кардинально отличаются от, будь вы, например, где-нибудь в чистом поле. Мы кивнули, поняв, к чему он клонит. Соответственно, с помощью кое-какой аппаратуры можно найти такую Останкинскую телебашню и в этом мире. Либо найти этот фон, излучение, там и радио иначе работает, и рации, и вообще все по-другому. Человек это не почувствует, а вот аппаратура покажет изменения. Повторюсь, для человека это не опасно, в отличие от той же Останкинской телебашни, и то, если вы только на нее залезете, когда там все работает, и вас сразу убьет излучение. Дальше мы придумали анкеты, в которых был определенный набор вопросов, но вы все наверняка помните, как мы эти опросы проводили. Мы постарались опросить максимальное число людей на предмет того, кто и где из них появился в этом мире. Да, такое было. Вернее, опрашивали их помощники. Я помню, как Игорь еще ругался, что людей от работы отрывают. Помощники наших профессоров опрашивали по анкетам всех работников ГДЛ. В анкете было с десяток вопросов. В какую погоду случился перенос? Что они при этом чувствовали? Где очутились? Что видели в момент переноса? Особый упор делался на место, где они очутились уже тут. Так вот, проанализировав все анкеты, можем вам с уверенностью сказать, что люди появляются тут в четырех местах, продолжал говорить Лев Олегович. В первых трех радиус разброса людей от одного до нескольких десятков километров. Они там просто появляются и все. И в этих же местах работает наша поисковая группа под руководством КРОТА. И там же стоят башни с маяками. А вот в четвертом месте радиус этого, так сказать, круга полтора километра. О, как! Удивился я. Ага! Улыбнулся Лев Олегович. Стали думать, как мы можем это использовать. Для начала собрали кое-какие свои приборы. Они, правда, громоздкие очень получились. Пришлось их на машине с прицепом возить. Но в целом эксперимент удался. Мы нашли концентрацию этой энергии в определенной точке. — И где же она, эта точка? — тут же спросил Туман. — В тридцати километрах от Тауса, чуть дальше от ближайшей башни Крота. Мы несколько дней ездили по пустыне и смотрели за показателями. В этом маленьком круге все показатели были гораздо выше, чем в остальных трех местах. — Там и открываются эти ворота в наш мир? — тут же спросил я. — Подождите, Александр остановил меня, Лев Олегович. — Дослушайте до конца. — Простите. — Когда вы находитесь в этом месте, вы ничего не почувствуете. Только аппаратура может показать, что там другая концентрация. Он замолчал и стал подбирать слово. — Энергетика другая, что ли? Мы снова кивнули, понимая его. — Это как вы в небольшом озере купаетесь. И в одном месте вода холодная, в другом теплее, а в третьем совсем теплая. Вот мы и нашли такое место. Дальше у нас был тупик. Мы не знали, что делать дальше. Но появилась эта база в зимнем. По вашему совету мы познакомились с теми учеными. Все карты мы им открывать не стали, но потом все-таки решились плотно пообщаться с одним из ученых. — Гера, — сказал Туман. — Да, — кивнул Лев Олегович. — Несмотря на свой достаточно молодой возраст для ученого, он очень головастый, как вы выражаетесь. — Это да, — согласился я. — Голова у него варит очень хорошо. — В общем, он подкинул нам пару идей, — добавил Сергей Викторович, — и предоставил кое-какую аппаратуру. — Если говорить простыми словами, как вы просили, то это большой магнит и микроволновка в одном лице. магнит тягивает в себя эту энергию, а микроволновка ее доводит до нужной кондиции. — Прямо дронный коллайдер, — засмеялся Апрель. — Ну, типа того, только все гораздо меньше. — И что потом, — поторопил его туман. — Установив все это оборудование в определенном месте, мы его запустили, — вздохнул Лев Олегович, продолжив рассказ. — Первый раз у нас сгорели все предохранители. Во второй раз мы снова не рассчитали силу сконцентрированной там энергии, и у нас пошла неуправляемая реакция. Слава богу, что рядом стояла одна из машин крота. — Этот джип стал что-то типа громоотвода. — Простите, но одна из машин полностью сгорела. Считайте, что в нее ударила молния. Благо, люди были в безопасном месте, и никто не пострадал, и аппаратуру сохранили. — Фигня с тачкой. — Махнул я рукой. — Дальше что? — В общем, с помощью некоего количества экспериментов наша микроволновка выдала вот это. — Кивнул он на лежащие на столе кристаллы. — Это концентрация той энергии. Магнит тянул ее, микроволновка выдала их. Мы как по команде посмотрели на два кристалла, которые так и лежали на столе. Дальше нам стало еще интереснее. Что это такое? — Еще бы! — хмыкнул туман. — Мне бы тоже стало интересно, что это за хрень. — Да, — снова крякнул Апрель. — Я только кивнул.